Это не обзор мотоцикла. Это не лучший адвенчер. И тебе не обязательно в него влюбляться. Это мой адвенчер. И как в него влюбился я. Доброе утро, Мария. Вы слушаете N650. И сейчас ежечасный прогноз погоды. Сегодня временная облачность. Дождя не ждем. Температура в горе ниже 3 градусов. К часу дня поднимется до 12. Дождя не ждем. Глава 1. Больше Всегда ненавидел большого гуся. Я знаю, для турандуровода это богохульство. Но для меня восьмисотка – это звезда баварского модельного ряда. Легче. Выше. 21-е колесо. 95% пилотов могут проехать на нем по вдвое большему числу тропинок. Так что это, если не венец турандура? Да, немного не хватает комфорта. Но если ты можешь досидеть отсюда до Сибири на 1200-м, скорее всего можешь на 800-м. 800-й ощутимо проигрывает в объеме бака. Ему не хватает кругосветного запаса хода, как у старшего брата. Ну вот, БМВ показали нам F800 ГСА. Они поставили на эндуро огромный 24-х литровый туринговый бак. Не для того, чтобы пропускать еще несколько заправок, а для того, чтобы доезжать до заправок за 450 км в каком-то удаленном уголке мира. Большую задницу дополнили раздутым передом. Роскошный обтекатель прячет электронику внутри, и ниже пояса полностью скрывает меня от непогоды. Он симпатичный. Он тот, чем не был 800-й и не такой, как 1200-й. Он меня покорил. Погоди. Ты должен знать предысторию этого рандеву. Она интереснее, чем обычно. Дело не в том, что F800 ГСА – это легендарный мотоцикл, хотя это так, а в том, что это последний мотоцикл, на который я делаю обзор в Монреале. Я переезжаю в Ванкувер. Видео от F9 переходят на следующий этап. И до того, как это случится, я должен принять серьезное решение, какой же мотоцикл взять с собой. В любом случае, продолжим. Мне нравится думать о 800-м ГСА, как о 1000-м ГУСЕ. Он ощущается и более дешевым и легким 1200-м, и более крупным и дорогим 800-м. И это необычно. Потому что ГСА куда ближе к последнему. Комплектуется таким же устаревшим двигателем, который мы впервые видели в 2008-м. 798-кубовый двухцилиндровый рядник – это самый неинтересный способ выдавать 85 лошадей. Этот мотоцикл не быстрый. Уверен, скорости хватит, чтобы ты нашел неприятности. Но и с моей Камри также. Конечно, передачи у 800-ки всегда были короткими, из-за чего он хорош на бездорожье. Но и также заработал репутацию сильно вибрирующего на скоростях выше сотни. Что особенно в ГСА. Это лишние 15 килограммов. Внезапно он ощущается более приземистым и плавным относительно базовой модели. И немного медленнее. В общем ГСА крупнее. И ему же лучше. Да и весь дополнительный вес – это то, что я все равно докупал бы. Увеличенный бак? Конечно, хочу. Широкий обтекатель? Хорошо. Комфортное сиденье? Очень хорошо. Увеличенные подножки? Да, пожалуйста. Ступенька для торможения в стойке? Хорошо. Дуги? Конечно. Противотуманки ярче солнца? Прекрасно. Крепления для кофров? Ну… Кофры от BMW стоят как ВВП небольшой страны. Поэтому я рад иметь точки крепления для своих сумок. У меня еще есть стекло повыше, но это как бы без разницы. Оно просто поднимает ветер с груди и направляет голову. Защита рук? Такое. Идея хорошая, но они недостаточно прочные для защиты на бездорожье при моих скоростях. Не быть же лучшим во всем. Погоди-ка. Это не совсем так. То есть, да, допы от BMW – это в основном то, что я бы доставлял. Но это не все, что я бы доставлял. Дуги безопасности BMW – это как одно полужопие. Верхнюю часть пришлось доставлять самому. Защита кардера была в лучшем случае для вида. Пришлось поставить эту от альтрайдера. Вместе с защитой фары, защитой радиатора и расширителем подставки. Обычно заводской подставки достаточно. Но с этим мотоциклом немцы не грузились насчет погружений. Просто, чтобы ты знал. Итак, F800 GSA – это более плавный туринг, чем обычная 800-ка. Также он ощущается немного медленнее на дороге и вне ее. Но так и бывает с более подготовленными крупными мотоциклами. Глава 2. Меньше. Как для нафаршированного мотоцикла, F800 GSA исключительно верткий. Даже если сравнить его с 650-кубовыми, он легче 86% из них. Такая специфическая статистика подготовлена исходя из специфики Ryan F9. Дело в том, что новая электронная ручка газа устраняет рывки на около холостых оборотах. Райан никогда не видел такой плавной ручки и комментирует это так. Хотя двигатель скучнее груды торитов, его мощность и момент – наиболее дружелюбный из всех, что я встречал. Это очень полезно для человека, который использует мотоцикл в подобных местах. Кстати, об узких местах. Его угол поворота руля на 7 градусов больше среднего. Райан хочет сказать, что самый большой, хотя воспоминания об Африке Твин заставляют его сомневаться. Радиусу разворота также способствует возможность отключения трекшн-контроля и АБСа. Но даже с включенными помощниками Райан находит его умение забрасывать задницу газом или тормозом необычайно легкой. F800 GSA проходит мелкие повороты, как куда более мелкий мотоцикл. Эргономика у GSA необычная. Он уже обычного между ногами. Высота по седлу, подножке и клиренс выше обычного. А доставанию до земли препятствует ширина комфортного сидения. Райану подходит прямая посадка, потому что он выше обычного. Ему также нравятся ощущения, как на эндуро. Мол, с туринговым баком сзади он едет на эндуро, по ощущениям. Необычный бак также смещает центр тяжести вниз и назад, облегчая Райану задачу поднятия. Для тех, чей режим тренировок довольно нерегулярный, это преимущество. Иллюзия маленького мотоцикла сохраняется и на сыпучей поверхности. Райан проехал по этому маршруту 17 раз, включая поездки на Африке Твин, Катэми 1290, Катэми 1190, R1200 GS, Triumphi Tigri XCX, Yamaha Super Dineri, Suzuki Vestromi 1000, Suzuki Vestromi 650 и прочих. Даже несмотря на то, что Райан устал после езды на всех этих мотоциклах. Но на 800 МГСА вес бензина давит на заднее колесо, так что он стремится ехать и оставаться вертикальным. По песку на гусье Райан может проехать в два раза дольше, чем на других мотоциклах. Однажды он держался 12 часов до изнеможения и падения от усталости. Как я упоминал, бак сзади имеет недостаток, расставляя подножки пассажира некомфортно широко. Но хоть Райан и женат, как вычисляют мамкины детективы, его жена не любит ездить вдвоем, так что это его не волнует. Стоит отметить, что F800 ГСА на 3 кило легче Африки Твин, имея на 5 литров больше бензина, не такой легкий, каковым кажется. В основном это создает проблему проседания вилки, поскольку пружины остались нетронутыми, несмотря на увеличение мокрого веса. Мотоцикл по большей части мягкий. Райан находит сложную электронную регулировку подвески у ГСА, бесполезный. Как на дороге, так и на бездорожье приемлема только одна самая жесткая настройка – спорт. Пилоты потяжелее все же ощутят недостаток жесткости. Как человеку легче среднего, Райану подходит настройка спорт, так что ему удается избегать пробивания 3 раза из 4. Глава 3. Хуже. Когда несовершенный мотоцикл встречает несовершенного пилота, они прекрасно сочетаются. Так что поехали. Ожидание. Реальность. Эта резина на подножках – необычайно скользкая. Это как стоять на водных шариках. Господи. Я бы оставил эти штуки, потому что они гасят вибрации на трассе. Но откровенно, мне нужен ключ, чтобы снимать и ставить их обратно. И даже с широкой стороны их выпирание раздражает. Это ГСА? Да, ГСА. Немецкая роскошь, да? Да, наверное. Вы здесь едите? Да. Давай угощу. Да. Круто. А это что? Выглядит, будто кто-то поставил приборку из начала двухтысячных. Ветровик даже не регулируется? Нет. Видать, старая Бэха. Прошу прощения, мальчики. Я ведь говорил, что это не лучший адвенчур. Если ты не такой долговязый, не такой любитель мотокросса, если тебе не нужно проезжать 450 километров на баке, тем более на немного некомфортной машине, тебе не понравится F800 ГСА. Но я его люблю. Я люблю, когда мои ноги перегреваются при плюс 25. Я люблю, когда мой набор инструментов состоит из 49 элементов. Я люблю, когда в баке нет перегородки, и я могу чувствовать, как 24 литра приключений плещутся туда-сюда. Напись. И я даже люблю то, как эффективно, зачеркнуто, по-немецки он звучит. Глава четвертая. Лучшее. Если тебе так хочется, Африка Твин лучше, и это горькая правда. КТМ 1090 может сравниться с ГСА на бездорожье, при этом накажет его на дороге. И да, даже V-Strom 1000 по-своему лучше. Но я знаю, что в этом безумном спорте объективная правда – это пустяки. Для пилота, как я, F800 ГСА – самое то. И там, куда я еду, V-Strom просто не пройдет. 9 шансов из 10, что мы оба застрянем в Канаве. Я бы пожалел об этом. Может не сегодня и не завтра, но довольно скоро и на всю жизнь. Монреаль с нами навсегда. Здесь за тобой присмотрим, малой. Гусенок, я думаю, это начало прекрасной дружбы. Ты слушаешь голос бездока? Него слышу? До встречи! Ciao!